И так, значит, мне самому как-то непривычно, но сегодня будет обзор города Брянска, при том обзор будет сделан в новом стиле. Раньше все использовали панорамы выше, но это я считаю неинтересно. Пора уже, 2018 год, уже хватит быть как гарик, пора переходить на новые технологии. Значит что, сначала заходим на главную гугла и набираем вот этот город, вот. И смотрим новости. Достаточно трех новостей, больше мы смотреть не будем. Мы узнаем, насколько хорошо жить в этом городе по трем новостям. Так, в августе, 7 августа пропал 45-летний Сергей Мельников. В Беженском районе Брянска убили в гаражах мужчину. В поселке Толмачево завод строят прямо посреди жилого сектора. Вот. То есть новости неприятные. То есть, скорее всего, в городе жить не особо приятно. Хотя, наверняка, в нем есть целых свои миллионы патриотов. Да, я не знаю, сколько там народов. А, полмиллиона. И хотя бы половина из них патриоты. И она возмущается, как так, вы там плохо жить. Но, по сравнению с другими там городами, возможно, плохо. Я не знаю. Я впервые делаю в таком стиле обзор. Так что мы переходим на не карты, а картинки. Вот. Смотрим. Какие теги есть у города? Вот. Что нам важно. Старый. Значит, старый район города. Ночной. Речной. Августин. Орловский. Кургат Бессмертия. Парк. Зимний. Новогодний. Типичный. Дыговский. Что это Дыговский? Не знаю. Это, наверное, рынок какой-то. Современный. Высота. Флотский, Милославский, Древний, Вечерний. То есть, все вот эти вот ассоциации, вот этих вот штук, они больше какой-то до старый, речной, Орловский, Курган Бессмертия, Древний. К какому-то древнему стилю, да? То есть, мы предполагаем, что город не современный. Ну, давайте посмотрим. Кучу. Картинка с Википедией. Вот. Интересно. Вот еще картинка с церквями. Низкое разрешение, не будем смотреть. Вот. Высокое разрешение. Что мы видим отсюда? Вот какой-то, как они называют, эквак-парк или бассейн, скорее всего, я думаю, это же не метро. Там что-то есть. Или выставка, или еще что-то. Вот. Тут нормальные, вот хорошие дома. Тут не очень. Не очень, как бы, да? Но современные. Вот тут совсем старые домики. И, в общем-то, панорама неплохая, да? Вот. Тут старый район. Тут вот понатыканно поновее, да? Потом еще старый район. Потом еще поновее понатыканно. Как-то все неразбериха, да? Вот такой вот постамент есть в городе Брянске с самолетом, да? Натуральный самолет взяли туда и засунули. Так, вот. Так, это что такое? Это из Брянска? Да ну не похоже. Это какой-то Тель-Авив. Вот это, это какой-то Тель-Авив с пальмами. Так, нас обманывают. Нас хотят обмануть. Нас хотят обмануть. Газет, новости Брянска. Вот Брянск. Так, это с красными простяжками идут, наверное, скорее всего, коммунисты, да? Вот две шеренги у них проплаченные, да? А все остальные идут просто люди, да? Они машаруют, мертвых мать. Понятненько, так. Ну какие-то достопримечательности дальше тут. Такое себе. Вот памятник каким-то железнодорожникам на станции Брянск-1. Но на станции Брянск-1 я не был. Я был на Брянск-2 станции, да? И там ничего такого нет. Там просто платформы низкие и все. А тут вот высокая платформа и какой-то памятник. Круто. Это я не видел. Так, тут какая-то церквуха в церквухе. Нет, не интересно. Ну, низкого разрешения фотографии попадаются очень странно. Вот пешеходные улицы. И это очень круто. Это как Арбат в Москве, только в сто раз меньше уменьшенном масштабе. Вот дом культуры стандартный. Это не интересно нам. Вот город Брянск, да? Неужели это в самом деле не фотошоп? Потому что тут размытая фотография, как фотошоп какой-то. Поехали дальше. Вот дальше. Ну, вообще прикольно. Вот такие фотографии не прикольные. Вот, что-то горит. Что-то случилось, что-то произошло. Не знаю, где пожарный, но это не в этом здании высотном. Это где-то там далеко или... Так, Наурицкого. Вот. Вот это, наверное, Курган Бессмертия. Вот это он и есть. Вот он. Курган Бессмертия. То есть, это памятник Второй мировой войне. Он лучше сделан. Тут по-дизайнерски все сделано круто. Лучше намного, чем у меня в городе сделано. Но тут вот... Да, вот прям круто, да? Только лишь бы не ходили тут. Не устраивая горку с этого Кургана. А ходили по дорожкам мы все. И тогда было бы замечательно. Надо бы огородить просто. Если бы это было в Москве, там бы поставили полицию по краям. И сделали бы огородки такие, как метро, знаете. Решетчатые такие огородки. И все. И никто бы и не прорезал. Вот опять храмы, храмы. И что храмы-то все? Вот. Вот эта фотография, конечно, зачаровывает. Тут какой-то спиленный мост. То есть, видите, тут опора торчит чего-то. Опора чего-то спилена. И все грустно. Тут что-то разрух какая-то. Фонтанчики какие-то были небольшие. И стандартно вот обшито, да, вот остановки. Просто остановки кто-то развандалил. Вот. Так что я поверю. Вот еще там этот самый КАМАЗ, да? Как он? КАМАЗ, этот ЗИЛ, да? Едет. Вот. Но не все так хорошо, возможно. Возможно, не все так хорошо. Вот опять этот митинг тот же самый с двумя растяжками. Как мы видим, он не начинается с этих коммунистов. Значит, он не коммунистический. Это просто общий какой-то поход, да? А, это бессмертный полк был. То есть, они с одного агии... Не там самого, да? Как он называется? Так вот у квадрокоптера все сняли. То есть, он отлетел и снял отсюда и оттуда. Вот. Да, вот, конечно. Не очень. Вот опять Кургана Триславы, да? Воинской. О! Ну, это как будет, да? То есть, вот это... Кажется... Это еще не построен или построен торговой центр, но это... Как оно будет, вот эта премию. Тихно, да? Вот. Ну, тут, конечно, не виды не очень, я скажу, но... Вот гостиница Брянская, она круто сделана. Но на самом деле, это просто обшитая советская вот эта гостиница, да? Просто ее... Как бы облицовали. Я уверен, советская просто такое здание в стиле... Какого-то конструктивизма вот такого вот. Как бы раньше-то были. А обшили специально, чтобы было круче. Ух ты. Ух ты, как это волчар стоит. Волчар стоит. Кстати, я забиваку хотел купить как себе. Но игрушку забиваку не нашел, да? Продавали, я прошел мимо, да? Когда на... На эту Москву ездил. А... Тут в городе я увидал только вот эти мини-игрушки, да? Подарших в наборах. Вот метроскопические. У них нафиг. Не хочу. Хочу забиваку посерьезнее забиваку. Вот. То есть, вот. Видно дорожное покрытие. Это центральная какая-то улица, да? Опять пушно. Видно дорожное покрытие. Дорожное покрытие в хорошем состоянии, я скажу. Но в среднем все-таки нормально. Вот даже троллейбусы ездят, пусть и старые. Троллейбусы. Да, с травами не берем. Вот троллейбусы. Я заговариваюсь, я, к сожалению, еще давно такого не делал. Я имею право заговариваться. Вот. Какая-то школа. Школа, кстати, хорошо построена. Не то, что обычно бывают сталинские такие школы, многоэтажные пятиэтажки, которые уже развариваются. Потому что они из силикатного кирпича построены, да? И не рассчитано на такую эксплуатацию, да? По которому идешь по коридорам и трясется под твой пол. Вот. Теперь такого нет. Хорошо хоть. Ух ты. Ну вот это, конечно, смешно. Декорация. Декорация такая, типа ДПС. Кого они хотели тебя напугать? Притом только дорожки, на которые никто и разгоняться-то не будет. Потому что там она, как камни, да? Полетят во все стороны. И тебе просто самому в машине выбьет лобовое стекло. Просто летит как-то. Потом от чего-то отскочит. И тебе вовсе кровь выбьет. Вот. Ну это обработанная штерфотография. Не будем ее смотреть. Но дом культуры. Дом культуры это хорошо. Хотя там революционер какие-то наверху. Но в Брянске, наверное, ценят советское время и памятники советскому времени. Вот старый Брянск, да? То есть, скорее всего, это еще советская фотография, судя по качеству. Или фотографии из 90-х. Ну вот, что-то там кто-то утонул. Груст, конечно. Но там люди просто такие и вообще все равно. Это как не индусы, да? Можно сказать. Есть индусы и вообще все равно. То есть, они под поезд. Могут прямо на пути поезд стоять. И вообще все равно прыгать на ходу. Индусы. А там не такое, конечно. Но есть вот такое, что вообще все не особо беспринципные. Просто смелые, да? Могут это самое. И вообще все равно. Порезть куда угодно, да? И думать, что обойдется. Не беспринципные, как в другом называется. Ошибка смелые, да? Вот такие вот. В ущерб себе. Отсюда все эти катастрофы, да? И все такое. Вот. Так. Ух ты. Журавка. Ничего себе. В европейском стиле что-то там есть. Не знаю. Прям вообще прикольно. Вот. Брянск первый вокзал. Ну, нормально. Выглядит, как и Брянск второй, да? Вокзал одно и то же. Брянск первый, Брянск второй одно и то же. Может быть, он один вокзал там и есть. Не знаю. Но Брянск второй там на станции лучше вокзал, конечно. Думаю. И такой же лучше. Не уверен. Не уверен. Вот. Вот у нас тоже в центре города такой есть тоже. Буквы вот эти наставили, да? Которые Артемий Ребедев нафигачил, да? Как бы вот этот вот мрамор, да, советский. И там эти буквы современные. Еще косорыло сделано. Вот. Тоже меня раздражает прям. Ладно, они еще были с подсветкой, но подсветку почему-то отключили. Наверное, дорого оплачивать у нас в городе. И тут вообще ее как бы нету. Нету. И была ее, и нету. Не знаю. Как там. Вот опять. Всякая авария, да? Ух ты. Смотрите, какой мост. Подвесной мост. А не опасно под ним? Ходить. Или это мост у нее просто опора сбило? Может у него были опоры? Видите, как в начале опора у него есть? Может сбило просто эти опоры? Вот. У него крутой фонтан. Смотрите. Около этого кургана фонтан. Вообще прикольно. Прикольно. Я думаю, это город. Я вам скажу. Ух ты. Как это, как это, как это. Как в Канаде прям. Как в Канаде. Я скажу, да. Новый торговый центр какой-то. Типа нашего глобуса. Или московского атака Ашана. То есть. Вот. Вот этот Брянск. Вот. Вот они. Низкие платформы. Вот. Одна высокая, все низкие. То есть, одна платформа, скорее всего. Две станции в день. Первый и второй. Ну, да ладно. Вот. Ну, что скажу-то. Этому городу я, скорее, ставлю четверку, да. Хотя, если так приглядеться, то он три с половиной, да. Но по фотографиям, по вот этим вот, что мы видим, тут это все-таки четверка. Вот. Все-таки жить в нем можно. В нем живет полно народу, да. Не все бухают, как чертцы. В самом городе жить неплохо. А вот в окрестностях ужасно. В окрестностях, то есть, в области, да. Так-то ничего жить нормально. А в окрестностях это ужас, конечно. Где-то, вот видите, вот где-то Жуков, Клепне. Трубчевск, это ужасно. Карачев. У меня Карачев ничего. Жидзедра. Мещевская. Ой. В таких городах лучше не жить. То есть, если в центре и области нормально, и в Брянске, и в Орле. В Орле похуже, в Брянске получше. То вот, в таких вот мелких, мелких городках лучше не жить. Не рекомендую, да. Вот будет у вас такая станция, да. А, это другая. Это Бурянская Брянск. Это не тот Брянск. Вот. Ух ты. Брянск Брянск. Вот круто вообще. Можем Мерседес купить. Вот. Вот так вот. Лучше не жить в окрестностях, да. Если не в Москве. Хорошо жить в окрестностях, городов, да. В области только. И рекомендуется жить в области. В Московской, в Санкт-Петербургской и в Нижегородской. Вроде как в области. Возможно, Нижегородская не переименована. Как-то она по-другому называется, да. Где есть Миллионник. Там хорошо жить в области. А где нет Миллионника, там в области жить нежелательно. Лучше жить в самом тогда. В городе, если он не Миллионник. А если его был центр Миллионник, надо жить в области, да. А если не Миллионник в нем, вот так вот. Так будет лучше для всех. Фотографии повторяются, так что посмотрите прощальную. И четверку мы ставим. Респект. Брянск. Брянск. Средний город, в общем-то, да. Хороший. Лучше среднего, но я бы там жить не стал.